МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Благодаря мобильным бригадам врачей посетить узкопрофильного специалиста можно в ближайшей амбулатории. Я не знаю, когда это появилось, когда врачи начали сюда приезжать. Очень удобно. В многоквартирных домах Ленинского городского округа продолжаются ремонты по программе «Мой подъезд». За 4 года нашей совместной работы сделано больше 50% жилого фонда нашего округа. На днях в Видном завершился конкурс любительской рекламы. Очень было познавательно, интересно. Девочки все молодцы. Руководство Видновской районной клинической больницы прикладывает немало усилий, и чтобы воспользоваться услугами узкопрофильных специалистов, смогли как можно больше жителей Ленинского округа. Для этого созданы мобильные бригады врачей, которые осуществляют прием в амбулаториях поселений. На этом приеме игрушки такой же необходимый атрибут, как и медицинские приборы. Сегодня в амбулатории поселка Володарского осматривают детей узкопрофильные специалисты. И чтобы привлечь внимание ребенка, приходится идти на различные ухищрения. Семья Веселковых пришла на прием к окулисту со своим сыном Константином. Проблем со зрением у него, к счастью, нет. Просто малышу исполнился год, и родители привели его на плановый осмотр. Говорят, очень удобно, и не надо тратить время, чтобы добраться до врача. Вообще замечательно. Это вот, я не знаю, когда это появилось, когда врачи начали сюда приезжать. Очень удобно. В соседнем кабинете ведут прием хирург и невролог. Подобные выездные бригады работают, не покладая рук. Только сегодня посетить узких специалистов записалось более 90 человек. Кроме того, многих принимают без записи. Ты у нас принцесса, звезда. Сколько тебе летит? Это сколько? Пать. Нет, молодец. Ну-ка, смотрим сейчас сюда. При весьма плотном графике докторам необходимо найти время и для заполнения электронных форм. Большинство вопросов специалисты решают на месте. Но случается и так, что человеку требуется дополнительная помощь. Мы берем все с собой, то, что нам необходимо, приезжаем и осматриваем здесь. Если мне что-то не нравится, если какую-то вижу я патологию, то я приглашаю их уже, видно, на осмотр на приборах, на аппаратуре. Вот. И тогда мы их дообследуем. Только в августе в расписании мобильных бригад врачей запланировано 10 визитов в различные амбулатории поселений. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В многоквартирных домах Ленинского городского округа продолжаются ремонты по программе «Мой подъезд». В июле завершились работы в Видном в доме номер 44 по улице Советской. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» был проведен ремонт подъезда в доме номер 44 по Советской улице. Работы начались весной этого года и проводились под контролем сотрудников администрации и муниципального депутата Владислава Рымши. Мы в итоге нашли определенный консенсус в решении тех или иных вопросов. И на сегодняшний момент, наверное, это самый лучший дом по ремонту, который у нас сделан на нашем избирательном округе. У нас на избирательном округе порядка 18 домов. Этот дом у нас девятый. Получается, что за четыре года нашей совместной работы сделано больше 50% жилого фонда нашего округа. Сотрудники муниципальной управляющей компании ЖКХ, которая выступила с заказчиком работ, обсуждали все этапы ремонта с жителями. И во время подготовки, и в период активной фазы. Мы с жителями активно взаимодействовали. Было иногда сложно. Это нормальная творческая работа, выбор цветовых решений, конструктивных. Но в любом случае, результат достигнут, жители довольны. Это самое главное. Были обновлены входные группы, заменены почтовые ящики, произведена побелка потолков. В подъездах появились пластиковые окна. Все инженерные кабели убраны в короба. Во-первых, очень старательные были молодые люди, которые делали ремонт. Они к замечаниям прислушивались. Тут вот что-то начали делать. Жители сказали, что это не устраивает. Они все сделали по-новому. Как при подходе к лифтам, так и перед подъездами установили пандусы. Теперь мамам с колясками выходить на улицу будет намного комфортнее. Спасибо, конечно, нашей администрации за ремонт, за пандусы, за предоставление условий. Мы довольны. Спасибо большое. Нам очень удобно спускаться. После совместного осмотра результатов проведенного ремонта Владислав Рымша выразил благодарность за плодотворное сотрудничество старшей по дому Анастасии Белоцерковской. Если у нас что-то не получалось договориться непосредственно с ремонтной организацией, то Владислав всегда был на связи, всегда помогал, всегда принимал непосредственное участие в этом. Спасибо управляющей компании ЖКХ. Будем все-таки дальше совместно работать над поддержанием чистоты, порядка в нашем доме. Работы по программе «Мой подъезд» будут продолжены и в других многоквартирных домах округа. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. На днях в «Видном» завершился конкурс любительской рекламы. Участие в нем приняло более 20 предпринимательниц с разных уголков Московской области. В состав компетентного жюри вошли и представители телеканала «Видное ТВ». Необходимо было презентовать ролик о своем деле, используя, что называется, подручные медиасредства. Никаких профессиональных съемок и монтажа. Представительницы женского бизнес-сообщества рассказали о своих проектах и поделились нюансами становления себя как предпринимателя. Очень было познавательно, интересно. Девочки все молодцы. Много информации полезны, очень много для себя. Я так не хочу. Намотала на лусь как надо, как не надо. Победительницей конкурса любительской рекламы стала консультант для будущих мам Анна Мишина. А второе место заняла массажист Ирина Ли. Ей депутат и генеральный директор видновской дирекции киносети Павел Русаков вручил сертификат на съемки в новом телевизионном проекте «Видное ТВ. Путь к успеху». Передача о сильных, целеустремленных и красивых женщинах-предпринимательницах. Можем помочь вам медийно как-то развиваться. Можем попробовать и поучаствовать в каких-то программах. Муниципальное – важное дело, полезное и необходимое. По мнению организаторов, подобные конкурсы и встречи помогают женщинам почувствовать себя увереннее, а начинающим предпринимательницам дать стимул к развитию своего дела. На стадионе «Металлург» прошла тренировка подзюдов, в которой приняли участие ребята из спортивного клуба «Орленок». Мероприятие прошло в рамках проекта «Старший брат», реализуемого партией «Единая Россия». Гаджимурад Гаджимурадов является членом партии «Единая Россия» и с энтузиазмом поддержал партийный проект «Старший брат», который направлен на привлечение в спортивные секции детей из неблагополучных семей, трудных подростков и ребят, которые имеют сложности с социализацией. По его мнению, особенно это актуально в летнее время. Благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа в клубе «Орленок» совершенно бесплатно занимаются более 200 детей, а с учетом филиалов клуб объединяет более 500 мальчишек и девчонок. В этот раз при поддержке депутатов фракции, членов и сторонников партии «Единая Россия» организовали тренировку подзюдо на стадионе «Металлург». Ребятам это по душе. А тренировки на воздухе очень нравятся тем, что летом особенно, когда очень жарко, на воздухе при холодном ветерке очень хорошо заниматься. Дышишь воздухом и занимаешься спортом. Проект «Единая Россия. Старший брат» поначалу был запущен в Подмосковном Жуковском, но вскоре было принято решение распространить этот опыт на все муниципалитеты Подмосковья. В спортивном клубе «Орленок», который базируется в городе Видное, занимаются разные ребята, но их тренер Гаджимурад Гаджимурадов прилагает все силы, чтобы они по-настоящему увлеклись спортом. У нас проходят тренировки не только по дзюдо. Мы проводим занятия по футболу и по волейболу, и легкоатлетические занятия. Кроссбегаем по парку, опаренке. Следующая тренировка на свежем воздухе пройдет уже через неделю. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На поле стадиона «Металлург» встретились основные соперники «Видновский» и «Ипатовский» составы молодежных команд. Удача в этот день находилась на стороне «Металлурга-2», который теперь отправится на финальную серию матчей в Краснодарский край. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Усердные тренировки и постоянная практика – вот залог успеха любых спортсменов. Прогресс юношеских команд по мотоболу налицо. С каждой игрой молодежь набирается опыта, и матчи становятся интереснее для зрителей. Особенно, когда на поле лидерские составы – «Металлург-2» и «Колос-2». Можно выделить некоторых ребят, которые уже играют, подключаются в основной команде «Металлург». Это у нас два человека – Русанов и Мельников. И здесь они прогрессируют, лидеры. Первенство России для юных мотоболистов – наивысшие отечественные соревнования. «Металлург-2» – лидер своей группы. Многие игроки других команд мечтают присоединиться к видновчанам и стать частью самого профессионального клуба страны с большой историей. К матчам с «Металлургом» готовятся особенно. В частности, поэтому и эта встреча получилась такая захватывающая. Настрой у всей команды боевой, также у команды соперников. Все готовились на это соревнование. Мы тренировались всю зиму, весну, осень. И считаю, что достойно для победы. Уступать и патовцы не собирались. Встреча закончилась со счетом 3-2 в пользу «Металлурга-2». Теперь оба клуба отправятся в Усть-Лобинск-Краснодарского края, где продолжится первенство России. Видновчанам предстоит хорошо постараться, чтобы проявить себя в полуфинале и иметь возможность побороться за звание лучших в стране. Юлия Пагазян, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Виднетв. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова